Когда Иисус закончил эту речь, Он сказал ученикам, Вы знаете, что через два дня Пасха Сына Человеческого предадут и распнут на кресте. Тогда же старшие священники и старейшины народа Израиля собрались во дворце первосвященника по имени Кайяфа и сговорились тайком схватить Иисуса и убить. Но только не в праздник, говорили они, как бы не было смуты в народе. Иисус К чему во время обеда подошла женщина с алебастровым сосудом, полным драгоценного благовонного масла, и возлила благовоние ему на голову. Ученики, увидев это, стали возмущаться. К чему такая трата благовония, говорили они. Ведь это масло можно было продать за большие деньги и раздать бедным. Иисус, заметив их недовольство, сказал, что вы к ней пристали. Эта женщина сделала для меня доброе дело. Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами. Она, вылив на мое тело благовоние, этим приготовила его к погребению. Верно вам говорю, во всем мире, всюду, где возвестят эту радостную весть, вспомнят о ней и расскажут о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, тот, кого звали Иуда Искариот, пошел к старшим священникам и сказал, что вы дадите мне, если я выдам вам Иисуса. Они отсчитали ему тридцать серебряных монет. С этих пор он стал искать удобного случая, чтобы выдать Иисуса. Спасибо. Спасибо. В первый день праздника пресных хлебов ученики подошли к Иисусу и спросили, где нам приготовить для тебя пасхального ягненка? — Ступайте в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, час мой близок, у тебя я отпраздную Пасху со своими учениками, — ответил он. Ученики сделали то, что велел им Иисус. Они приготовили пасхального ягненка. Когда наступил вечер, он сел за стол вместе с двенадцатью своими учениками. Когда они ели, Иисус сказал, — Верно вам говорю, один из вас предаст меня. Они сильно опечалились и стали один за другим спрашивать, — Но ведь не я же, Господь. Но он сказал им, — Меня предаст человек, опустивший руку в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании, но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше было бы не родиться вовсе тому человеку. Тогда Иуда-предатель спросил у него, — Но ведь не я же, Робби. — Это ты говоришь, — отвечает ему Иисус. 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 Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и произнеся над ним молитву, Благодарение разломил и дал своим ученикам, сказав, возьмите, ешьте, это мое тело. Взяв чашу и произнеся молитву Благодарение, Он подал им ее, сказав, пейте все из нее. Это моя кровь, кровь нового договора, которая проливается за стольких людей ради прощения грехов. Псалом Тогда говорит им Иисус, все вы отступитесь от меня этой ночью, как сказано в Писании. Сражу пастуха, и овцы стада разбегутся. Но после того, как я встану из мертвых, вы найдете меня в Галилее. Но Петр сказал ему, даже если все от тебя отступятся, я никогда. Верно тебе говорю, говорит ему Иисус, этой же ночью, прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься. Даже если придется с тобой умереть, не отрекусь от тебя, говорит Петр. Так говорили и остальные ученики. Тем временем Иисус приходит с ними в одно место, оно называется Гефсимания. Он говорит ученикам, посидите здесь, а я отойду помолюсь. Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеведея. Ужас и тоска охватили Иисуса. И он говорит им тогда, душа моя томится смертельно. Побудьте здесь, бодрствуйте со мною. Отойдя немного, он бросился ничком на землю и стал молиться. Отец, если только можно, избавь меня от этой чаши. Но пусть будет не так, как хочу я, а как ты. Он подошел к ученикам и застал их спящими. Вот как, — говорит он Петру, — вы даже часа одного не смогли бодрствовать со мною. Не спите, молитесь, чтобы устоять в испытании. Дух отважен, но бессильно плоть. И снова во второй раз он отошел и стал молиться. Отец, «Если нельзя меня избавить от этой чаши и должен я выпить ее, пусть воля Твоя исполнится». Отец. Отец. Вернувшись, он снова застал их спящими. В них слепались глаза. Покинув их, он снова отошел и молился в третий раз теми же словами. Потом он возвращается к ученикам и говорит им, — «А вы все спите, отдыхаете?» Настал час. Вот сына человеческого отдают в руки грешников. Вставайте. Идем. Смотрите. Предатель уже близко. И тут, когда он еще говорил, появился Иуда, один из двенадцати, и с ним большая толпа с мечами и кольями, посланная старшими священниками и старейшинами. Предатель заранее условился с ними о знаке, сказав, — «Кого я поцелую, тот и есть Иисус. Берите Его». Он направился прямо к Иисусу. «Приветствую тебя, Робби!» Сказал он и крепко поцеловал его. Но Иисус сказал ему, — «Так вот для чего ты пришел, приятель!» Тогда Иисуса схватили и взяли под стражу. И тут один из учеников Иисуса выхватил меч и, ударив слугу первосвященника, отсек ему ухо. И Иисус говорит ему, — «Вложи меч в ножны. Всякий, кто берется за меч, от меча и погибнет. Или ты думаешь, я не мог попросить моего отца? Он бы тут же послал мне двенадцать ангельских воинств, а то и больше. Но как в таком случае исполнится Писанием? Ведь все это должно произойти». И сказал тогда Иисус толпе, — «Вы пришли за мной с мечами и кольями, как будто я разбойник. Каждый день я сидел в храме и учил, и вы меня не забирали. Но все это произошло для того, чтобы исполнились Писания пророков». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тогда все ученики покинули его и убежали. Толпа, взявшая Иисуса, привела его к первосвященнику Кайяфе, где уже собрались учителя закона и старейшины. А Петр шел за ним поодаль, до двора первосвященника, вошел внутрь и сел со слугами, чтобы посмотреть, чем все кончится. Старшие священники и весь совет добивались против Иисуса ложных показаний, чтобы вынести ему смертный приговор. Но хотя многие выступали как лжесвидетели, им это не удалось. Наконец, выступили свидетелями двое. Они сказали, «Этот человек говорил, я могу разрушить храм Божий и в три дня заново выстроить». Первый священник встал и спросил Иисуса, «Молчишь? Тебе нечего возразить на обвинения, которые они против тебя выдвигают?» Но Иисус молчал. Тогда первосвященник сказал ему, «Именем Бога живого заклинаю тебя, скажи нам, ты помазанник, сын Бога?» «Это ты сказал, — говорит ему Иисус, — и больше того, я говорю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку всемогущего и идущим по облакам небесным». Тогда первосвященник разодрал на себе одежды и сказал, «Богохульство? Зачем нам нужны еще свидетели? Вы сами только что слышали богохульство. Каким будет ваше решение?» «Виновен и должен умереть», — ответили они. Потом они стали плевать ему в лицо, бить по щекам и, избивая, говорили, «Эй, помазанник, скажи-ка нам, кто тебя ударил?» А Петр сидел снаружи, во дворе. К нему подошла служанка. «Ты тоже был с Иисусом Галилеяниным?» — сказала она. «Но Петр в присутствии всех отрицал это. Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она говорит тем, кто там стоял. «Вот этот был с Иисусом Назореем». И снова Петр клятвенно отрицал это. «Не знаю я этого человека». Вскоре подошли к нему стоявшие там люди. «А ты вправду из тех», — сказали они, — «слышно поговору». И Петр снова клялся и божился. «Не знаю я этого человека». И в этот миг запел петух. Вспомнил Петр слова, сказанные Иисусом, — «Прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». И, выйдя, горько заплакал. Рано утром все старшие священники и старейшины собрались вместе, чтобы вынести Иисусу смертный приговор. Связав его, они отвели и передали его римскому наместнику Пилату. Когда Иуда предатель узнал, что Иисус приговорен к смерти, он раскаялся и вернул тридцать серебряных монет старшим священникам и старейшинам со словами «Согрешил я, предал невинного». «Что нам до того, — ответили они?» «Это твое дело». Иуда швырнул деньги в святилище, ушел и повесился. Старшие священники, взяв деньги, сказали «Эти деньги нельзя класть в сокровищницу, на них кровь». Посовещавшись, они решили купить на них поле горшечника, чтобы хоронить там чужеземцев. Поэтому поле это стало называться полем крови и зовется так поныне. Так исполнилось сказанное через пророка Иеремию, и взяли они тридцать серебрянников, цену, которую дал за него народ Израиля, и отдали их за поле горшечника, как велел мне Господь. КОНЕЦ КОНЕЦ Иисус предстал перед наместником. «Ты?» «Еврейский царь», — спросил его наместник. «Так говоришь ты», — ответил Иисус. Но когда старшие священники и старейшины стали обвинять его, Иисус ничего не отвечал им. «Ты что, не слышишь?» — говорит ему тогда Пилат. «Смотри, сколько против тебя обвинений!» Но Иисус не сказал ни слова в ответ, чем очень удивил наместника. По случаю праздника наместник обычно освобождал одного из заключенных, за которого просил народ. Был тогда один узник, пользовавшийся громкой славой. Звали его Иисус Бараба. Когда собрались люди, Пилат спросил у них, «Кого хотите, чтобы я вам освободил? Иисуса Барабу или Иисуса, которого называют помазанником?» Пилат ведь знал, что его выдали из зависти. Когда он сидел на судейском возвышении, его жена велела ему передать, «Ничего не делай этому невинному. Этой ночью он мне снился, и я очень из-за него страдала». Тем временем старшие священники и старейшины подбили толпу требовать свободы для Барабы, а для Иисуса — смерти. Наместник спросил их, «Кого вы хотите? Кого из двух мне освободить?» «Барабу!» — ответили они. «А как поступить с Иисусом, которого называют помазанником?» — говорит Пилат. «На крест его!» — отвечают все. «На крест его!» — еще громче закричали они. Пилат, видя, что ничего не помогает, а может даже начаться смута, велел принести воды и вымыл руки перед народом. «Я не повинен в смерти этого человека. Вам отвечать!» — сказал он. «Пусть вина будет на нас и на детях наших!» — ответил весь народ. «Тогда Пилат освободил Барабу, а Иисуса велел бичевать, а потом распять на кресте. Тогда воины наместника увели Иисуса во дворец, в помещение для солдат. Вокруг него собрался весь отряд. Они сняли с Иисуса одежду и надели на него красный плащ, сплели венок из колючек и возложили ему на голову, вложили в правую руку палку и, встав перед ним на колени, насмешливо приветствовали его. «Да здравствует еврейский царь!» А потом они плевали в него и били по голове палкой. Наглумившись, они сняли с него плащ, надели на него его одежду и повели на казнь. Когда они выходили, им встретился человек из Кирены по имени Симон. его заставили нести крест Иисуса, придя на место, которое называлось Голгофа, что значит «череп». они дали ему вина, смешанного с горечью. Но он, попробовав, не захотел пить. «Череп». 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 Распяв его, они, бросив жеребий, разделили между собой его одежду и уселись стеречь его. над его головой поместили табличку с указанием вины. «Череп». 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 « Что здесь называли», «Череп». 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 «Ведь Он называл Себя Сыном Бога!» Такими же словами поносили Его и преступники, распятые с Ним. В полдень по всей земле настала тьма до трех часов дня. А около трех часов Иисус вскрикнул громким голосом «Эли, Эли, лема савахтани!» В переводе это значит «Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, услышав Его, сказали «Зовет Илью». И один тут же подбежал, намочил губку в кислом питье и, насадив ее на палку, стал его поить. «Перестань», — говорили остальные, «давай посмотрим, придет Илья спасти его или нет». «Боже мой, Бог!» «Боже мой, Господи!» Иисус, еще раз вскрикнув громким голосом, испустил дух. Из-за веса в храме разодралась надвое сверху донизу, земля содрогнулась, раскололись скалы, отворились гробницы, и много умерших из народа Божьего, воскреснув, вышло из могил. А позже, после того, как он встал из мертвых, они вступили в святой город, и их видели многие. Центурион и его воины, охранявшие Иисуса, увидев землетрясение и прочие события, очень испугались. «Этот человек был воистину сыном Бога», — говорили они. Было там много и женщин, смотревших издали. Они сопровождали Иисуса из Галилеи и заботились о нем. Среди них были Мария Магдалина, Мария — мать Иакова и Иосифа, и мать сыновей Зеведея. Вечером пришел богатый человек из Аримафеи по имени Иосиф. Он тоже был учеником Иисуса. Придя к Пилату, он попросил тело Иисуса. Пилат распорядился выдать ему тело. Иосиф, взяв тело, завернул его в чистое льняное полотно и похоронил в своей новой гробнице, которую недавно высек в скале. Привалив ко входу в гробницу большой камень, он ушел. А Мария Магдалина и другая Мария сидели напротив гробницы. На следующий день, это была суббота, пришли к Пилату старшие священники и фарисеи. Господин наш, мы вспомнили, что этот обманщик при жизни говорил, через три дня я встану из мертвых, — сказали они. «Дай приказ охранять гробницу до послезавтрашнего дня, а то его ученики придут и выкрадут тело, а потом будут говорить народу, он встал из мертвых, и эта последняя ложь будет хуже первой». «Вот вам стража, — ответил Пилат, — ступайте и охраняйте гробницу, как сами знаете». Они пошли и стали охранять гробницу, опечатав камень и пристали в стражу. Минула суббота, и на рассвете следующего дня Мария Магдалина и другая Мария пошли навестить гробницу. И вдруг произошло сильное землетрясение. Это ангел Господень спустился с неба и, подойдя к гробнице, отвалил камень и сел на него. Лик его был подобен молнии, а одежды белы, как снег. Стражники задрожали и помертвели от ужаса. Ангел сказал женщинам, «А вы не бойтесь, я знаю, вы ищете Иисуса, распятого, его здесь нет. Он воскрес, как и говорил вам. Идите сюда, посмотрите. Вот здесь он лежал. Ступайте же скорее и скажите его ученикам. Он воскрес из мертвых. Вы найдете его в Галилее. Там вы его увидите. Помните, что я вам сказал». Те торопливо покинули гробницу, и полные страха и великой радости побежали рассказать его ученикам. И вдруг сам Иисус предстал перед ними. «Мир вам», — сказал он. Подбежав к нему, они упали перед ним ниц и обняли его ноги. «Не бойтесь», — говорит им Иисус, — «ступайте». Скажите моим братьям, пусть идут в Галилею. Там они меня увидят. Когда женщины ушли, несколько человек из стражи отправились и сообщили старшим священникам обо всем, что произошло. Те, собравшись и посоветовавшись со старейшинами, дали воинам много денег и сказали им, «Говорите, что его ученики ночью пришли и выкрали тело, когда вы спали». «А если дело дойдет до наместника, не беспокойтесь, мы сумеем его убедить, и у вас не будет неприятностей». Те, взяв деньги, поступили так, как им было велено. И молва эта широко разошлась среди евреев, жива она и по сей день. А одиннадцать учеников отправились в Галилею, на гору, куда велел им прийти Иисус. Увидев Его, они упали перед Ним на колени, хотя некоторые и засомневались. Иисус подошел и заговорил с ними. Он сказал, «Мне дана вся власть на небе и на земле. Итак, ступайте и сделайте все народы Моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научите соблюдать все, что Я вам повелел. И знайте, Я с вами всегда до конца мира». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok